Супер Дрифт Битвы Супер Дрифт Битвы Тойота Никиты Шикова претерпела заметные изменения. Да, это борьба за вес, но мы три года ездили на абсолютно стандартных деталях, даже более утяжеленных. Просто, скажем так, в прошлом году и в этом решили, что сейчас нужно облегчаться. То есть меньше инерции, меньше центра тяжести, соответственно, стабильное поведение на дороге. Поэтому все стандартные детали поменяли на пластиковые. Гонки выигрывают покрышки. В дрифте это правило также действует. Скажем так, чем более качественная покрышка, тем на ней лучше дрифтиться. Но мы используем Бриджтон по Тензор Е001, то есть нашего шинного спонсора Бриджтон. Раньше ездили на Сумитома, на Федерале, ну то есть на любой шине, которая попадалась найти. И сейчас вот ездя уже весь сезон на Бриджтоне, понимаем, что нужно ездить на бренде именно. То есть на этом не экономить. Потому что, во-первых, она изнашивается до последнего, так сказать, до взрыва. Она держит дорогу. Она не отваливается с кусками, не перегревается. То есть ведет себя стабильнее. Ну и лучше дымит, соответственно, как бы и все остальное. Вы менеджер команды, поэтому имеете некоторое представление о том, как должен психологически и физически готовиться пилот. Вот в вашем случае, гонщик, как готовятся гонки? У нас не Париж-Дакар, где нужно очень так серьезно подготовить или Формула-1. Здесь, конечно, попроще. Здоровый сон перед гонкой и все, в общем-то. Вот вся подготовка. Никаких каких-то специальных тренировок. Единственное, что там раз в год поход к психологу, чтобы понять вообще в себе, что творится в душе. И все. То есть управление мозгов, так скажем. Вот это единственная подготовка такая. А остальное все стандартно. Как проехал? Блядь, как проехал, Ром? Да, Ром, блядь, как проехал-то? Как? Дед, блядь. То есть он человек, как бы компания, он человек, душа, скажем так, парень. Рубаха парень, так скажем. Поэтому это одно из важных его качеств, который помогает работать со спонсорами. То есть он общителен, то есть он может преподнести нас как команду, объяснить перед камерой что-то там, дать хорошее интервью. То есть это очень важно для гонщика. Быть не только хорошим пилотом, но и быть каким-то шоуменом, что ли, я бы так сказал. Очень качественный у него дрифт, я думаю, что не обойдется и без перезаездов, не обойдется и без каких-то красивых моментов. Может быть контакты будут. Никита сам не занимается автомобилем. То есть я смотрю с вышки, вижу, как он едет, интересуюсь у него, почему у него так или и так. Ну то есть мы работаем именно вот в паре, то есть я пытаюсь понять, что происходит. Настройки всегда происходят. В данный момент мы будем сейчас вечером устанавливать другую главную пару в редукторе, потому что у нас настройки машинно-ходовые трассы, которые мы раньше были, а здесь трассы сильно затычные, то есть как бы достаточно сложные повороты и для мощной турбины, мощного мотора и длинной главной пары не получается красиво ехать. Поэтому мы сейчас поставим более короткую главную пару, чтобы мотору было легче работать на той передаче, на которой она должна машина ехать здесь. То есть настройки происходят здесь как бы везде, постоянно. То есть, скажем так, в двигатель настраивать нам ничего не надо, потому что у нас стандартный блок управления двигателем, а в подвеске обязательно подкажет трассу своя настройка, свой редуктор, скажем так. Вот как вы считаете, каким образом надо искать спонсора? Вероятно, один из способов это доказать результатом, но тем не менее, я знаю примеры, когда есть результаты, но люди с трудом находят спонсоров. Ну, все правильно. У нас не очень сильно развит вот этот вот спонсорский вид, как бы именно спонсирование автоспорта, потому что интереснее там повесить какую-нибудь растяжку там на дороге. По мнению там спонсора будет больше денег приносить, чем это вложить в автоспорт, потому что это слабо освещается средством массовой информации. Вот основная проблема. То есть, если в Америке спонсоры сами идут к пилотам, то нам приходится их искать. И работать с ними достаточно сложно. То есть, надо сначала чем-то себе показать, зарекомендовать, только потом уже говорить. Мы три года ездили без спонсоров. При том, что у нас были результаты, мы занимали чемпионские места, там, первые, вторые, по результатам этапов. И вот только вот в этом сезоне у нас плотно уже так работаем со спонсорами. Из тех пилотов, которых я вижу в первый раз, я бы выделил бы Гочу на желтой Сильве С-15. На мой взгляд, он едет наиболее профессионально из того, что я сегодня видел. То есть, очень круто. Профессионализм гонщика заключается в том, чтобы максимально быстро адаптироваться к разным трассам. Поэтому, как бы, и видно сразу человека, насколько он профессионален. То есть, он здесь ездит в первый раз и попадает, там, допустим, третье место или второе квалификации занимает. Это большое. Много о чем говорит. Из московских пилотов, такие есть. И первое место, насколько я понимаю, Костючек занял на ЛТ здесь. То есть, тоже первый раз человек приехал и сразу показал лучшее время. Я скажу так, что это самый быстро развивающийся у нас вид спорта. Потому что он, как бы, массовый. Любой человек может за небольшие деньги купить автомобиль. Настроить, ну, то есть, облегчить его, стандартный двигатель оставить и просто ехать в стритах, уже показывая какой-то результат. Плюс он проходит, как правило, на каких-то массовых площадках, где много людей это могут посмотреть. Соответственно, вовлечься в этот вид спорта. То есть, это самый перспективный на данный момент вид спорта. В отличие от того же ралли, ну, или кольцевые гоны, где машина просто по кругу ездит. Это очень зрелищный вид спорта. Соответственно, и перспективный, на мой взгляд.